Казахстанский сайт льгутного автокредитования проверит на соответствие требованиям безопасности. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности. Известно, что от физических и юридических лиц поступил ряд обращений. На их основании специалисты анализируют сайт. Они изучают, соблюдаются ли там требования законодательства в сфере обеспечения информации безопасности. По окончанию проверки ведомства обнародуют итоги анализа. Ранее сообщалось, что флатформу для подачи заявок на льготное автокредитование не испытали на соответствии требований информбезопасности. Власти Сахалинской области хотят за ближайшие 5-6 лет решить вопрос расселения из Ветхого и Аварийного фонда по новой программе. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор региона Валерий Лемаренко. У нас туда в эту программу попало 720 тысяч квадратных метров. Это большое количество, потому что временное жилье строили, осваивали нефтяные месторождения. Все это временное жилье превратилось в аварийное. 32 тысячи человек. На сегодняшний день уже из новой программы реализовано 150 тысяч квадратных метров. Но мы думаем, что такими темпами за 5-6 лет мы в основном эту проблему должны снять. За счет чего это происходит? Мы много строим. Например, Южно-Сахалинск – третий город в Российской Федерации по количеству вводимого жилья на одного человека проживающего. Ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками, она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде. Но в целом темп набран хороший, хочу вас за это поблагодарить и выразить надежу на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться. Беларусь завершает создание собственного зенитно-ракетного комплекса. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения. Белорусский лидер отметил, что в прошлом году вооруженные силы страны получили от отечественных производителей 500 единиц новых образцов вооружения и техники. Возможности беспилотников, например, были продемонстрированы в обозлесновском полигоне в Брестской области. После Александр Лукашенко собрал совещание с силовыми блоками в узком составе. Президент потребовал соблюдение дисциплины в военных подразделениях МВД и КГБ. Предприятие военной промышленности успешно разрабатывает современные образцы вооружения. Подчеркнул Александр Лукашенко, белорусская армия оснащена всем необходимым. Все, что нам надо, я имею в виду оружие, железо, мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза. И таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения. В Ашхабаде прошла международная научно-практическая конференция, посвященная развитию альтернативной энергетики. На площадке собрались представители республиканских вузов и предприятий, в том числе и их зарубежных филиалов. Иностранные компании принимали участие в онлайн-режиме. В центре внимания ученых, экспертов и специалистов была водородная энергетика. Все отметили масштабную работу, которая проводится в этой сфере. На конференции участники обменялись опытом работы, а также обсудили конкретные планы дальнейшего сотрудничества. Всеводородная энергетика продолжает оставаться самым важным направлением исследования, разработок и демонстраций для крупнейших экономик мира. Данная перспектива – это новая тенденция, способствует высокой энергоэффективности, создаёт экологические и социальные преимущества, а также имеет потенциальное повышение экономической конкурентоспособности. Туркменистан занимает активную позицию по использованию альтернативных источников энергии, о чём свидетельствуют его конкретные инициативы, направленные на формирование новых принципов глобальной энергетической безопасности, всеобщего доступа к недорогим и надёжным источникам энергии. Переговоры Евросоюза и Великобритании об изменении протокола по Северной Ирландии закончатся в ближайшие дни. Итоговый вариант сделки может достигнуть в Лондоне на встрече британского премьера Риша Сунака с главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. По торговому соглашению после Брексита, Северная Ирландия, вышедшая из Евросоюза в составе Великобритании, осталась членом таможенного союза ЕС. Это двойной статус и вызывает разночтение в правилах взаимных таможенных проверок. По данным СМИ новая версия протокола позволит почти не проводить их при ввозе товаров в Северную Ирландию. Но при этом в Альстыре будут действовать правила единого рынка Евросоюза. Продолжение следует...